Просто не обязательно, сейчас ничего не упирается, я вообще не знаю, вот, например, у меня женщина спрашивает, типа, последнее время часто просит, часто просит, там, на журналистских каких-то мероприятиях, там, то съездить куда-то, то какие-то интервью взять, то записаться, там, сняться для гаймбокса, типа, жалеет, что на журфак или на репортера-то не пошла учиться. Я говорю, просто говори всем, что у тебя диплом журфака и все, типа, как бы, а если какого-то черта кто-то вдруг зачем-то спросит этот диплом, то покажи просто свой диплом, никто не будет его читать, просто, я не знаю, хотя это трудно себе даже представить. Совет полностью не действенный, если вы учитесь на прикладную специальность или на врача, как бы, но если вы хотели стать врачом и чувствуете, что это не ваше, лучше не надо становиться врачом, или, там, на авиастроение пошли и чувствуете, что все равно тянет быть гей-шлюхой, лучше бросать, потому что, что это я про гуманитарные науки. Ты что считаешь? Ну, я образование не в России получал, как бы, но я считаю, да, надо пытаться, скажешь, себя найти, найти что-то, что тебе нравится в целом. Ну, конечно, не забывать о том, что если пошел на философа, типа, вот, философия, это мое, да, замечательно, то, как бы, ну, в будущем, в лучшем случае, преподавателем философии только и устроишься. К тому же, знание очень сомнительное дает философское образование. Я слабо себе представляю, как может выглядеть правильное профильное философское образование, на самом-то деле. Вот. Да, на самом деле, любое высшее образование гуманитарное, это один и тот же набор предметов, просто, у тебя профильный предмет, например, ты учишься на культурологии, у тебя будет больше культурологии, да, а набор предметов для получения высшего образования абсолютно идентичный на любой гуманитарной специальности. Что касается технарея, ничего не знаю, не учился, к сожалению. Но на гуманитарной, да, это абсолютно одно и то же. То есть, у нас даже бывало такое, что нас просто объединяли группами, там, с культурологами, там, с политологами, ну, тупо потому, что... Один и тот же набор предметов. Один армвикерс. А я учился в государственном возе. Один армвикерс, спасибо за подписку. Мэтт был в Америке, там есть такие забегаловки, которых плачешь 8 долларов, например, жрешь сколько хочешь, плачешь только за напиток. Ну, это называется шведский стол, у нас тоже есть, бывают такие, но я видел, да, я видел видео в Америке, там чувак такой жирный, который курит кальян, вот этот вот, ну, робочлен я его называю, который, типа, такой паровой, отделенный от всего, он там сидит, рассказывает, как это круто переехать в Америку, хотя видно, что, ну, типа, нифига, в большинстве случаев это не круто, потому что люди просто бомжами каким-то становятся. И вот он там рассказывает, как это здорово, и пытается плюсы какие-то найти. Вот один из его главных, а он жирный такой, один из его главных аргументов, это эти вот забегаловки, где можно жрать до отвала за 8 долларов. У него на канале, там, куча видео про работу, про, там, как купить жилье и так далее, и аж целых 6 видео из этих забегаловок он постоянно показывает, и сколько ж идиотов ведутся на это. Ну, по мне, так, шведский стол, и шведский стол, как бы, вот, наверняка в Америке есть, где бомжей хорошо кормят, места вообще бесплатно, ну, типа, которых в кино показывают, еще что-то. Да, так, такого навалом, ну, бомжам вообще прекрасно жить в США, потому что я, как человек, который работает в магазине фактически, ну, я пиарю продукты всякие, там столько выбрасывать, даже мне лично приходится столько выбрасывать продукта абсолютно качественного, то есть, готов к потреблению. Это как сифоны борода, или как там, они покупаются в роскоши. Не, на самом деле, на самом деле, просто, если вы переехали в Америку, у вас еще и всегда есть шанс не просто стать бомжом, а бомжом-звездой Ютьюба, то есть, когда-нибудь к вам подойдет какой-нибудь чувак с Ютьюба, там, и даст вам 100 баксов, а вы скажете, да ладно, типа, тебе нужнее, там, и потом вам 6 миллионов просмотров, вам купят дом, там, и вы сможете, там, спиться и умереть. Как, наверное, и делают бомжи в таких ситуациях. Про американских, про арабских актрис в порно я не буду читать, потому что я такого не видел. Так, в какой бы из азиатских стран вы уехали бы, неинтересный вопрос, про аниме и большие глаза уже отвечали, поедание трупов отвечали, причина не брить интимные места, ну, раздражение, наверное, пойдешь ли на бой Симонова, не пойду, вот у меня суши, ну, это, соответственно, маргинал вообще такой возможности физически нет, или, может, ты прилетишь, знаешь, как, Дон Кинг, там, будешь выходить из самолета, там, с этой сигарой, там. Подкастов про футбол не будет, у нас запрещены футболы про... тфу, вопросы про футбол. Неужели репа тоже не русское блюдо? Репа это, по-моему, овощи. Почему, ну, какая-нибудь пареная репа, возможно, русское блюдо, но, блин, вообще, представь, это говно же полное. Почему в Японии так популярно караоке? Ну, потому что японцы, мне кажется, веселый народ, они любят... Они очень много вкалывают, и поэтому им надо найти любой способ отдохнуть, а они любят все блестящее, громкое, поэтому караоке, дэнс-дэнс-революшн, вот эта вся херня. А ты как считаешь? Ну, скорее всего, хотя у них специфические вообще представления о том, как отдых должен выглядеть, какие... Что смешно, а что нет, например. То есть, ну, я не знаю. Я не эксперт по японцам, в принципе, но... Да, черт его знает. Считал, что вся эта пафосная дресня в самурайском кодексе была больше байкой, чем были ее. Самураи чаще всего сбегали после смерти хозяина в леса, они вспарывали себе животы. Ну, будем надеяться, что Грибабас не самурай. Мне кажется, что русские в целом это такие ребята, которые просто берут какую-то технологию с других стран, и как это адаптируют, и как-то это адаптируют, и по факту сами мало чего придумывают с русской кухней. Это вопрос про кухню или вообще про технологии в целом? Ну, я же говорил, что русская кухня это и есть адаптация различных мировых блюд. Так, Курильские острова. Не интересует, что сейчас происходит с... Так, что это за дурацкий вопрос? Дайте забавить. Почему все-таки все более или менее прогрессирующие регионы не отошли от России во время перестройки? Так, какие регионы были прогрессирующими во время перестройки? Ну, как бы у нас и так развалилось довольно много всего, да. То есть, я не знаю почему, но... Просто, видимо, национальный состав такой там был в тех, которые отвалились там. Ну, когда, короче, какая-то параша происходит, может отделиться любая часть. Получилось вот так, а не иначе там. Плюс делили же полные алкаши там и деграданты, типа Ельсона, поэтому неудивительно. Так, и последнее. На видеофане почему-то твой голос звучал, я тоже слышал. Я не был на видеофане. Что это херня? Я вообще не был там. Что вообще за видеофан такой? Я в первый раз это слышу, покажите мне. Я, может быть, в суд подам на них, если они использовали мой голос. Да, если там только голос, то, может быть, это вот тот голосовой двойник, которого... Может, кто-то ходил... Которого Озон привлекает для обзоров, как бы, чтобы, типа, он играет с Мэдисоном в доту. Может, кто-то ходил и на айфоне включал мои зарядки. Я не знаю, я не был на видеофане, я не знаю даже, что это за мероприятие. И меня больше всего обижает, что мне уже не первый человек это пишет. И я хочу узнать, кто... И кто разрешил использовать, кто это... Стоп, по-моему, блин, я, может, и дал разрешение, просто не подумал об этом. Мне какой-то школьник писал, блин, я хочу твои, типа, фразы где-то использовать. А я даже не прочёл сообщение, просто написал, делай, что хочешь. А теперь мне начинает казаться, что это и мог быть видеофан какой-нибудь. Я... Мне вообще показалось, что написал, я твой фан, возможно. А не видеофан. Я хрен его знаю, чуваки. Я под такую дресню подписываюсь иногда, то есть, не думая даже. То есть, мой смайл в стиме добавлен под какой-то проект миротворождённый. Люди мне до сих пор пишут, зачем я поддерживаю чувака в раннем доступе, когда я только бету выкатил. Короче, давайте забудем, я уже не уверен, что я действительно не давал разрешения использовать мой голос, но это было бы по... это было бы по ошибке. Я понятия не имею, что такое видеофан. Меня там не было, и я не знаю, что это за мероприятие. Вот, твой голос на видеофане, ну-ка. По-моему, это из моего стрима вообще отрывок. Они, по-моему, включили мой стрим прям в прямом эфире или типа того. Потому что я недавно эту фигню рассказывал, что все мои проекты заканчиваются на первом выпуске. Кто помнит, откуда это, где я рассказываю, что все мои проекты заканчиваются на первом выпуске? Экономика – это гуманитарная или технарская область? По-моему, технарская, скорее. Ну, там разное бывает. В России разное бывает, потому что в России 74 года марксизма было, а марксизм вроде экономика, а вроде гуманитарная. То есть и там экономические теории сами по себе – это гуманитарная штука, но когда доходит до математики, она в технарская превращается. То есть на что Хованский учился, в принципе. Вот. То есть, да, но если учить как бы не саму экономику, да, не вот именно исследование экономических процессов, да, а учить всякие теории, там, Маркса, а потом какой-нибудь там австрийский школа каких-то петухов, там, либертарианцев, там, вот, или вообще Айн Ренд какой-нибудь и прочее, то это, конечно, просто, ну, околофилософское что-то такое. Ну, к сожалению, вообще не знаю. Мне нужно посмотреть список предметов, которые есть у экономистов на разных курсах, чтобы сказать, потому что я, к сожалению, не знаю. Так, у технарей то же самое, 2-3 года всех дручат матаном, потом где-то годик специальных предметов, понятно. Можно у Маргинала спросить, какое у него образование, какое именно лингвистику он учил? Какое у тебя образование? Ну, в целом я занимался, скажем так, Ну, грубо говоря, предикатной логикой. То есть, грубо говоря, логикой занимался 2 года. Вот, то есть, всякими вещами, связанными с логикой, теорией, множеством, то есть формальная семантика. Но мне она не нравится, она скучная, вообще историческую лингвистику больше люблю. Я её тоже занимался, но у меня не было на неё упора, к сожалению, очень сильного. Слушайте, дневник Хача, Амиран какой-то, я точно не давал разрешения использовать свой голос, то есть, это очевидно абсолютно. И теперь я точно уверен, что это без моего разрешения заюзано, как бы. Амиран жулик, он вон, варвит. Это, это, в общем... Он предлагал мне, он предлагал мне 300 тысяч за то, чтобы я его пиарил, я сказал, иди в задницу, как бы, типа, не хочу какую-то херню пиарить дневник Хача. Ну, видите, человек это не остановило. Ну, я не буду, естественно, там, суды подавать, заниматься какой-то хернёй. Но, у кого я спасибо за подписку? Просто знайте, что... Я теперь не удивлюсь, если этот же Амиран ведёт вот этот блог, где я уже под десятку тысяч подписчиков, и выдаёт меня за себя. То есть, это тоже не я. Я не знаю, кто этим занимается, зачем это делают, тем более со мной, с видеоблогером, который уже давно ничего не делает и не популярен. Я учусь по интернешнл-бизнес-программе на английском... А, так, про пранки вопрос. С пранками не увлекаюсь, не уважаю. Мне кажется, это отстой, как и всё ещё популярно. Я учусь по интернешнл-бизнес-программе на английском языке, уже заканчиваю микро-макроэкономикой, финансы и так далее. Что вы думаете, если в таких делах... Если что-то в таких делах у тебя... Если у тебя есть голова и амбиции... Ну, не знаю, если ты сможешь какие-нибудь опционы замутить или ещё что-то, то ты срубишь куш. Если нет, то, возможно, тоже что-нибудь нарубишь, там, устроишься клерком в банк какой-нибудь. Витя и Зуи образ такой, или действительно его все друзья троллят, как задроты. Никто его не троллит, и, по-моему, он тоже потроллить может. Мне кажется, они просто все попали под какое-то такое влияние Антона Логвинова и Ильи Овчаренко, которые консольщики и дети в душе, 12-летние. Может быть, не только в душе, и большинство людей, которые с ними общаются, они нахватались этого и тоже теперь в каких-то яслях. Я-то хардкорный геймер, я знаю, о чём я говорю. Виджелин купил сейф, чтобы хранить там... Так, не буду это читать. Смотрел Наруто, не смотрел. А я видел шоу, где парням нужно было петь, пока... А, нет, не хочу читать. Татарстан с башкирами хотели отвалиться, ну, естественно, и это, кстати, намного более логично, чем отделение, допустим, Украины, как по мне. Ну, именно в том виде, в тех границах, в которых она отделилась. Ну, опять-таки, никакого хлосрача, как бы, для меня эта тема закрыта. Да не было я на видеофане, идите вы в сраку. Это фраза из первого днища. Ну, отлично. Просто какие-то дебилы запустили первое днище. Здорово, я даже забыл. Не было меня на видеофане. Пруф есть уже. Там днище, видимо, показали. Всё, всё, на этом конец. Что ж, хочешь что-нибудь в завершении? Может, какую-нибудь тему телегу прокинуть, пока нас ещё смотрят 7 тысяч? А, ну, я даже не знаю. Ну, вот мне написал в личку какой-то Саня, пишет. Серьёзно считаешь, что если человек вырос в плебейской среде, то ему бесполезно прививать привычку к размышлению над чем-то большим, чем повседневные проблемы и хохлы? Ну, понимаешь, по большей части, да. То есть, если человек вырос в среде такой пролетарской, то всё. Там особо... Ну, ничего, кроме Роллтона и тяжёлой работы. Продолжение следует...